девчонки всем большой привет добро пожаловать на мой канал и в сегодняшнем видео я хочу вам показать мою очередную распаковку новых бальзамов для губ и если такая тема вам интересно то оставайтесь со мной и как и всегда я всем желаю приятного просмотра сегодня я отобрала достаточно много бальзамов от различных марок и опять-таки это не все у меня еще остались бальзамы которые также в упаковках но наверное в ближайшее время больше распаковки я снимать не буду потому что уже и так достаточно много открыла вот и в общем-то я решила каким образом пользоваться бальзамами то есть я решила что в конце года каждый год я буду отбирать сразу какое-то количество определенное бальзамов на целый год и я должна именно эти бальзамы использовать в течение года конечно да можно будет брать и какие-то либо другие бальзамы то есть не только допустим те которые я беру в общем-то в свой там какой-то до плановый project pen на год а допустим пользоваться еще и тем что вот мне просто захотелось взять и пользоваться в этом году я запустила такой project pen и хочу вам сказать что результаты у меня на данный момент пока что хорошие ну в конце года уже увидите сами что получится все ли получится закончить или же нет вот на данный момент я с собой довольна потому что я активно всем пользуюсь и пустышечки у меня есть итак начну я пожалуй с бальзамов от бренда it my спасибо большое тем кто в комментариях мне писал как это в общем название читается правильно этого бренда и первый бальзам это вишневый мусс вот таким образом выглядит в каждом таком бальзам очки 48 грамма конечно мнение по поводу этих бальзамчиков у меня противоречивые потому что у меня был один с ароматом шоколадного мороженого и у меня почему-то от него знаете какие-то вот непонятные ощущения были то есть не охлаждение а вот именно жжение такое не очень приятное вот поэтому посмотрим как остальные будут работать бальзам очки я накупила их очень много и уже вышли новинки от этого бренда мне бы тоже хотелось их приобрести но к сожалению на данный момент у меня нет финансовой возможности я даже покупки косметики сейчас не делаю потому что вот есть определенные обстоятельства в жизни вот под названием отпуск и после него очень долго зарплата восстанавливается вот в общем то первый бальзам вот такой я буду их все открывать слушать их ароматы так понятно наверное не получится сразу это все красиво сделать сейчас я давайте наверное за кадром тут разберусь как это правильно все дело делается так она разобралась но вот такой вот он внутри беленький ну знаете я бы не сказала что прям супер как-то вкусно пахнет вишней для меня пахнет вот знаете есть марка выбери меня рулеты и вот у них есть вишневый рулет и вот именно вот эти вот рулетом и пахнет какая-то такая химозненькая на самом-то деле вишенка в принципе приятный повторно я бы не хотела такой еще брать в кробочке я конечно же буду выбрасывать хранить я их не буду ну и к тому же они занимают очень много места поэтому я решила бальзам очки все хранить косметичках тогда же компактнее выходит и в общем-то экономится скажем так место далее следующий бальзам это у меня так сейчас наклеечка отвал берез просто не клеят прям вот так вот на название и в общем-то пока это не удалишь то не прочитаешь так это у нас облепиховый сорбет такая вот упаковочка немножко ребенок помогал открывать тоже хотел сделать внеплановую распаковочку маме помочь вот я сказала что не надо потому что мама все снимает на видео как прямо сам мэр получается до распаковка я тоже очень люблю такое смотреть огромное спасибо кто пишет комментарии в основном пишут приятные под бальзамами для губ вот большое спасибо вам девчонки за вашу поддержку ваши комментарии меня просто мотивирует снимать творить дальше так такая вот упаковочка но он по моему такой же до беленький внутри только просто мы послушаем с вами аромат вот такой вот он беленький ой да девчонки пахнет мы не сказать что облепихой но чем-то таким сладеньким и что-то отдаленное облепиху мне напоминает даже вот не вот не саму там допустим до облепиху какой-то вот морс с ароматом облепихи что-то вроде этого похожее немножко оформление с предыдущим это уже миндальный круассан я обожаю соцелать если вы тоже шоколадные только не люблю а вот всякие там с клубничкой с малинкой мне очень нравится он тоже внутри такой же беленький давайте также вам по аромату скажут они тяжело на самом-то деле открываются что что будешь делать то ой-ой-ой опа это у меня получилось у девочки как он вкусно пахнет и вы знаете даже не столько круассаном сколько каким-то вот а карамельным попкорном который вы продают именно в кинотеатре просто божественный аромат не кажется вот на осень на зиму это будет просто идеально и скорее всего я внепланово возьму его уход на сентябрь либо на октябрь хоть у меня сейчас и запущен project plan но все-таки у меня бывает такое что иногда мне хочется чего-то другого и как бы ну зачем себе отказывай давай живем один раз вот поэтому захотелось я беру и пользуюсь далее следующий бальзам от этого бренда это манговая панакота тоже кому-то нравится кому-то не нравится аромат этого бальзама сейчас посмотрим как будет мне очень сильно запечатан никак не кажется предыдущий поплотнее что ли возможно это не так кажется покупки то что одинаковые тоже такой же бальзамчик очень красивенький внутри опять-таки беленький уже тут легче открылся манга до манга пахнет но знаете вот не спелый манга а вот таким немножко я не знаю недозревшим что ли зеленоватым таким манга пахнет в принципе приятно такой зеленый свеженький аромат далее бальзам чирка ананас буду в кадре открывать это как-то я все это делаю за кадром вообще ничего не понятного самая руна 100 или что вот такой бальзамчик мне кстати говоря писали в комментариях что такие видео очень успокаивают тоже беленький ананасиком пахнет но какими-то скорее ленинцами с ананасом очень до приятный аромат так вот и не закончила мысль писали в комментариях что такие видео очень успокаивают на самом-то деле я с вами согласна тоже когда различные распаковки смотрю девчонок неважно вообще что это просто какая-то косметика или там организация хранения косметики вот я тоже обожаю смотреть мотивацию на уборку там в комнате не в комнате там расхламление примут это мне все очень близко и чаще всего бывает так что именно девчонки вот что-то делаю да на видео а потом просто накладывают голос при монтаже ролика то есть озвучивают его это же так все говорят спокойным таким голосом это тоже очень успокаивает далее бальзамчик сливочный кокос тоже оформление просто шикарнейшая также дело быстрее так же извиняюсь за посторонние звуки у меня открыто на кухне окно потому что просто очень душно квартире в комнате конечно работает система с мужем уже спят ну а я вот снимаю на кухне потому что к сожалению другого места для съемки у меня нет вот такой бальзамчик тоже приятно пахнет и на упаковке это конечно что-то пока вот они вот так вот приклеены тоже беленький пахнет кокосиком очень приятно не сказала бы что прям сливочный кокос просто кокосом пахнет все так что даже не рафаэлками как-то рафаэлки имеют более такой сливочный аромат здесь же нет просто кокос не сказала бы что прям какой-то особо интересный далее бананов фламбе или фламбе вот такой бальзамчик тоже миленький вот такой вот у нас красавчик так 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 давай дорогуша сейчас напишут не умеешь мальзамчики открывать ладно никто не надеюсь не напишет о здесь пахнет чем-то таким карамельным вместе с бананчиком о девчонки знаете что напоминает есть вот мороженое большой папа вот это который знаете рожок вафельный вот там еще шоколад внизу вот в таком вот конусе и вот там по моему банан и соленая карамель или вот что-то вроде этого либо банан в карамели и вот мне кажется вот этим самым мороженому пахнет большой папа вкусненько так приятненько такая прям красота у нас радуга далее бальзамчик который я прямо очень хотела потому что я обожаю лимоны вообще в принципе цитрусы и это бальзамчик лимонный тарт что вы знаете раз на раз не приходится раз так открою раз по-другому за кадром открою так наверное мне удобнее будет как обычно беленький и очень вкусно пахнет лимончиком прям очень-очень вкусно и вот кто помнит раньше были конфеты не назывались взлет с лимоном и вот аромат у этих конфеток и такой же аромат у этого бальзам чекам очень приятный следующий бальзам это сливочный бабуга муж не покупал его подружки просто бальзам вообще вот эти вот все я покупала по-разному то есть что-то из подружки заказывала что-то на сайте вал берез и вот что-то мне тоже подружки ну как бы я в основном делаю интернет заказа потому что у меня к сожалению в городе данного магазина нет очень жаль его настолько обожаю там и бальзам чеков всегда много классных ну вот по возможности что-то покупаю сама так вот такой бальзам опять-таки внутри он беленький просто послушаю аромат за кадром ой да пахнет очень вкусно реально жевачкой прям потрясающе такой аромат очень-очень вкусненький с удовольствием буду пользоваться так еще одна вкусняшка тоже мне муж покупал это йогурт с клубникой обожаю когда муж у меня куда-то есть есть большой город не приводит какие-нибудь для подарочки это очень приятно вот вот такой он бальзам чек очень красивое управление дело тоже вкусненько пахнет ягодками очень приятно я бы не сказала что это прям йогурт я здесь чувствую только ягоды то есть какого-то прям сливочного такого аромата я здесь не ощущаю так далее вкусняшки у нас от марки и тмай не заканчиваются апельсиновый сорбет тут у нас было в лепиховый а теперь апельсиновый тоже сейчас откроем иногда когда я замолкаю ничего не комментирую прям такое да самая классная получается вот ой да девчонки аромат прям классный реально каким-то соком свежевыжатым с апельсином пахнет очень вкусно боже мой реально такая потрясающая марка вот вот что сказал очень потрясающая марка бальзамов потому что ароматы у них просто в общем-то божественные это вы знаете возвращались комментарии о том что писали что такие ролики в общем-то как-то успокаивают расслабляют будете смеяться но я даже бывает сама иногда вот переслушиваю свои ролики про бальзамы для губ когда вот я что-то делаю там до монотонная вот там допустим даже посуду моих так вот закат не за кадром а в общем на фоне слушаешь свой ролик знаете даже как-то меня самой это расслабляет местами прямо сама себя кайфую дальше бальзамчик для губ с бисквитом со вкусом а нет бисквит с клубничным джемом тоже какое потрясающее название давайте послушаем потому что аромат же будем слушать с вами вот внутри он такой же беленький ничего не меняется но это на самом-то деле и круто что все бальзамы в общем-то беленькие вот сейчас я его открою давай дорогуша открывайся о девочки ну знаете вот то же самое что вот этот бальзамчик с вишней с лишнего муссом вернее сказать ну вот тоже вот рулет выбери меня с клубничкой в принципе вкусно но химозненько и эти рулеты я как-то не очень люблю потому что раньше когда я в школе еще училась у нас была такая знаете традиция в общем когда у кого-то из одноклассников был день рождения приносили всегда вот эту вот газировку может кто помнит раньше была марка аквадар и вот вот это вот газировка там с апельсином либо там еще с чем-то и обязательно вот рулеты и за всю жизнь наверно их столько переела пока я училась девять классов школе вот и в общем надоели эти рулеты и даже сейчас всегда прохожу мимо них я очень редко вообще их приобретаю поэтому как-то там в принципе оформление неплохое пользоваться конечно ими буду но по аромату честно говоря вообще ни о чем и последний бальзам от этого бренда он называется уже пламбир с медом и фундуком такое у него тоже потрясающее оформление оформление он вообще у нас очень легко раскрылся открылся домика будем тебя смотрели так вот оформление сейчас тоже послушаем его аромат мне кажется он будет потрясающе вкусный да действительно так и есть очень вкусно пахнет орешками прям потрясающе я же говорю что просто очень классная марка и ароматы у бальзамов божественные но за исключением конечно вот этих вот двух первых они мне понравились меньше всего и так с маркой и тмай мы закончили теперь давайте покажу вам бальзамчик который немножко конечно с ними схожного это у нас российский производитель а вот это уже произведено в сша это марка хура в общем здесь у меня родбир пиво бальзам для губ так как там писал что он там так по-особенному открывается ну ладно в общем то я уже открою так не будут это вот мучиться в общем то вот такой вот он такого какого-то оттенка непонятного для меня ой пахнет очень-очень вкусно напоминает вот чем-то от марки лепс мейкер тоже есть бальзам он тоже называется он родбир и вот в общем там пахнет точно так же на поставим его вот сюда далее бальзам очки от марки л пике у меня был с лавандой недавно в распаковке я вам показывала еще два с медом и отдельно уже с какао сегодня мы с вами раскроем бальзам для губ с грейпфрутом коробки я тоже эти оставлять не буду достаем вот такой вот миленький бальзамчик единственный минус то что когда у меня был бальзам для губ с роматом лаванды когда им очень часто пользуешься вот это вот сама этикетка она стирается и просто у меня стал полностью белым бальзамчик я его тоже открою не буду там ничего это вот оставляет что на потом ничего страшного я бальзамами пользуюсь даже если у них пройдет срок годности я все равно могу им воспользоваться если у него не изменилась там в общем-то консистенция какие-то не знаю свойства если нет каких-то неприятных ощущений на губах то почему бы и нет и также если там что-то изменилось можно воспользоваться на какие-то другие участки тела не знаю там на локте на кутикулу на пяточки на какие-то сухие участки на селе куда хотите при желании применения можно найти в общем то уже показала не очень аккуратно упаковочку вот этот удалила точнее обертку ну ладно ничего страшного и на выставку ведь вот такое внутри пахнет очень приятно грейпфрутом действительно натурально не химозно так что я им довольна пока что только ароматом конечно довольно надеюсь что и по свойствам он будет такой же классный следующий бальзам от марки и опеке а с кокосиком приобрести их можно в магазине подружкам именно там я или приобретала вот такое оформление у бальзама с кокосом вот так можно было открыть почему-то мудохалась что-то пыталась удалить ну ладно тоже такой беленький внутри очень нежно пахнет кокосом вот здесь именно знаете такой вот свежий кокос очень да приятный нежненький что тоже конечно же я буду им с большим удовольствием пользоваться и последний бальзам от марки л пике уже с конопляным маслом чем маслом семян конопли он уже такой вот салатовый оттеночек аромат приятным самом-то деле девчонки я ни разу вообще не слышала аромат вот этой вот самой травы ну он приятный до чем-то знаете вот схож с мятой вот что-то типа эвкалипта пряный такой аромат приятный так далее бальзамчик для губ от марки evelyn cosmetics у меня есть такое с ананасом если не ошибаюсь есть еще с кокосиком я бы себе еще хотела такой же с вишней и вот у меня есть также с бананом каким бананом господи на то что ты несешь с арбузом вот такой вот он внутри прозрачный беленький очень приятно пахнет но не прям таким натуральным арбузом а вот что-то знаете ну что-то вот конфетная очень редко на самом-то деле в бальзамах бывает натуральный свежий аромат мне кажется его не всегда легко передать но некоторым производителям это удается три бальзам чека от марки faberlic из линейки beauty кафе это малиновый мельфей крушевая парфе и апельсиновая меренга у меня был такой бальзам с ароматом бананового мусса я получала в подарок его от кристины большое спасибо в прошлом году показывала в конце года ролик о тех бальзамах которые у меня закончились за 2022 год еще бы конечно я хотела бальзам с ароматом черничного капкейка но пока его в общем-то не произвели и я не знаю вообще произведут ли его вот но вообще хотелось бы чтобы такой был потому что как бы но все в общем то есть да там и вот с меренго и с грушей и с бананом почему-то вот именно с черничным капкейком они не создали бальзам точно удивительно так и мариновый мельфей у нас вот таким образом выглядит внутри вот такой розовенький бальзамчик нежно-розового оттенка такой барбишный цвет мне кажется на губы передаваться не будет аромат очень приятный такой ягодный и улетит он просто очень-очень быстро наверное даже за неделю активного использования он у меня может в общем-то закончится знаю что иришка фор юлия очень обожает вот эти вот бальзамы бьюти кафе покупает по очень-очень много штук и лишь большой тебе привет если ты сейчас смотришь этот ролик далее бальзамчик грушевая парфе сейчас тоже этикеточку я отклею в общем то сейчас вот такой внутри такого нежно-зеленого оттенка очень приятный аромат груши нежненький такой вот вкусненький мне кажется если их три брать на месяц то все три они улетят просто один бальзам на неделю так и последний это апельсиновая меренга тоже оформление просто шикарная бы конечно повторила бальзам с ароматом бананового мусса потому что он тоже классно прекрасно понимается сами видите что у меня очень много бальзамов на данный момент я очень редко повторяю какие-то бальзамы по второму кругу потому что но всегда хочется покупать и пробовать что-то новенькое вот и у этого бальзамчика уже вот такой вот оттеночек что-то конечно есть отдаленно поминающий апельсин я бы не сказала что это апельсин если бы это здесь не изобразили даже на мандарин не похоже просто что-то такое сладенькое что-то такое цитрусовое но не сказать что это именно апельсинка дальше откроем сейчас с вами вот такой вот прикольный блеск для губ который увеличивает губы он идет с карите и по моему с персиком да вот написано пить вот такая вот марка волю объем что хочу сказать что то я хотела сказать представляете потеряла мысль как всегда тараторию и мысль я теряю ладно если вспомню то я вам это скажу бальзамчик вот это открывается вот с такого застежкой наверное кто тут сам показать вам пустых баночках не буду выбрасывать вот и бальзам вот таким образом выглядит точнее не бальзам и блеск вот очень такое у него красивое оформление многие девчонки его нахваливают сейчас я нанесу его на губы и посмотрю как он вообще работает и пока буду снимать ролик вам уже смогу наверное в конце сказать как он работает на самом-то деле аромату этого блеска приятный у меня знаете пахнет перцем чили красным и персиком в перемешку вот что-то такое острое в перемешку со сладким нанесу сейчас на губы посмотрим что у меня будет на губах так и ага вот уже с первых секунд начинает так прям жечь капитально ну ладно посмотрим что будет дальше так вот красивенько в кадр так ну и еще касаемо увеличения губ это мне уже подарила моя кума дошел большое тебе спасибо если сейчас смотришь это тоже увеличиваешь такой блеск для губ здесь все изображено даже не знаю где покупала возможно на вал берез потому что вот эти марка одинаковая здесь карите и здесь карите да не видимо из одной серии вот здесь девчонки тоже пару раз я воспользовалась здесь бальзамчик получается он жоп посильнее чем вот этот хотя возможно еще прямо такого пикового эффекта не дошло вот такой вот тоже плампер с органовым маслом здесь уже вот такой вот носик бальзам такой прозрачный губы печет просто капитально но и действительно их увеличивает что тоже не может радовать я раньше такие штуки не покупала вот поэтому воспользуюсь и эту коробочку я тоже наверное выбрасывать не буду оставлю потом чтобы в случае чего в пустышках показать чтобы уже люди ориентировались что вообще как выглядит так и еще один бальзам это тоже от комы подарок дошел еще раз большое тебе спасибо вот такой вот бальзамчик но по моему мужской потому что здесь написано мэн ну господи ничего страшного какая разница мужской не бальзам но очень нравится это для меня тоже новинка вам по моему даже корейский по-русски нет полетела не знаю и вот таким образом он выглядит просто посмотрите какое шикарное оформление так открываем и вот такой вот он беленький внутри аромат у него ну знаете что то есть такое мужское вот мне почему-то вообще не знаю запах какого-то клея пва прям вот вообще вообще вот так вот пахнет хотя может как-то не знаю у всех по-разному запахи ощущаются вот но с большим удовольствием я буду им пользоваться потому что для меня это новинка и такого бальзамчика у меня еще не было очень классное оформление надеюсь что и в действии он тоже будет классный так дальше еще два бальзамчика уже от марки oriflame из линейки тендерке с маракуйей с черной смородиной с маракуйей это новиночка новинка не только в плане того что аромата запаха а в плане еще в общем-то оформления если раньше у них допустим ну к примеру если с ароматом клюквы то упаковка была полностью красная если допустим это ну там карамель то упаковка коричневая здесь они сделали таким вот образом и желтым ванильная такая и теперь у них широкая горошка конечно продукты стало гораздо меньше на мой взгляд это кажется вот аромат очень приятный вот у меня таких по моему даже два вот так что конечно же буду большим удовольствием им пользоваться и последний это вот такой вот именно последний вот рефлей имеется ввиду тоже раньше упаковка была фиолетовая такая вот до фиолетовая сейчас она такая темно-фиолетовая с таким вот оттеночком и внутри тоже вот такой вот и мне кажется знаете раньше как то аромат черной смородины был гораздо более приятный сейчас что-то отдаленно напоминающая черную смородину скорее всего знаете какие-то вот леденцы в общем-то с ароматом черной смородины также на сайте валберис я заказывала опять-таки блески для увеличения губ я не знаю на фига мне их столько которые увеличивают губы ну вот этот я купила сама этот мне подарила кума большое спасибо эти тоже приобрела сама у кого-то у блогеров увидела мне тоже очень дико захотелось я сейчас коробочку эту в общем-то выброшу а сами бальзамчики естественно у меня будут также храниться в косметичке просто что-то такой ветер поднимается такие вот малыша реки них такие очень приятные цвета ну и вот они какие-то блесточками этот с таким жемчужным оттенком этот с розоватым так кварц на розовый а этот скорее всего наверное вот перцовый будет что о них особо сказать я не знаю давайте послушаю аромат на губах у меня уже один бальзамчик есть наносить повторно хоть и другой не буду вот ну тут да как раз таки вот он пахнет что-то сладенькое с перцем вот этот бальзамчик вот этот получается беленький так как жемчужный с приливом таким розовым он пахнет ну что-то тоже знаете вот схожие с предыдущим бальзамчиком что-то просто сладенькая немножко чувствуется аромат какого-то вот перца какой-то остроты и последнее того такой вот тоже очень приятный такой цвет ну аромат абсолютно такой же как и предыдущие вот поэтому особо даже ничего о них сказать не могу потому что я еще не пользовалась так ну и самое что называется вкусненькая я оставила напоследок во первых сейчас мы с вами откроем вот такой вот бальзамчик от марки lips maker coca-cola давно я хотела именно вот такой виде стаканчиком и вот мне бы хотелось еще спрайт в таком варианте раньше спрайт продавался почему-то я не покупала а сейчас их вообще уже такие уже не продают вот такой стаканчик coca-cola внутри вот такой вот бальзамчик а на самом деле здесь маловато но не стоит думать что он у вас закончится быстро потому что у меня есть пепси который просто нескончаемый два года уже его мазюкаю мазюкаю и все никак 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 надеюсь что хотя бы к концу года я его добью до конца вот красавчик у меня такой последние вот такие бальзамы все называют по-разному и ос и ос в общем кто на что гораздо называю и ос и это у них такая выходила линейка из-за границы кстати говоря они мне приехали в общем холидей коллекция рождественские там какие-то бальзам чеки девчонки к сожалению я не помню как это все дело переводится на я помню что там что-то розовое шампанское что-то с этим было с вином там с каким-то в общем-то вот такие они внутри название бальзамчиков вот такие вот их получается 3 а там что-то да вот спуншем а шампанское розовое и что-то еще ладно давайте открывать коробку я естественно эту сохранять не буду бальзам этой марки я обожаю сейчас эту коробочку открыла и просто насколько из него такой очень вкусный аромат исходит и мне вообще кажется что пахнет виноградом просто потрясающий аромат оформление тоже изменили раньше у марки ос она была совершенно другое откроем сейчас и вот такой вот он внутри это оригинал не поделка божечки очень девчонки вкусно пахнет прям очень-очень и я наверное вот осенью возьму их в уход потому что это как бы такие органические бальзамы и вообще их нужно брать желательно выход в первую очередь так все девчонки я поняла вот этот вот кто все в английском вот такое название спарклинг цугар полу или наверное как-то так очень вот так вот он называется пахнет каким-то виноградиком а вот этот получается гранатовый пунш прочитала я вот здесь и послушала тоже аромат конечно же пахнет реально гранатом очень-очень вкусно сладенько мне нравится вот такие вот на эти упаковочки soft touch очень-очень приятные блин обожаю вообще эти бальзамчики так и последний бальзам который у меня здесь есть и что-то он вообще не хочет отсюда вылезать красавчик такой вот такой вот бальзамчик вот это как раз таки по моему пинг чем паган и что в общем ладно розовое шампанское точно помню что перевод такой открываем такой внутри как и предыдущие ароматы очень приятный реально пахнет шампанским и да аромат розы тоже здесь ощущается ложечки насколько это вкусные бальзамы как раз таки вот именно то что нужно для рождества рождества нового года такие вот праздничные ароматы девчонки ну что ж вот такое видео с распаковочка новых бальзамчиков для губ у меня получилось моя коллекция пополнилась кому это видео понравилось пожалуйста поставьте пальчики вверх а также подпишитесь на мои каналы youtube телеграм-канал яндекс дзен как всегда я оставляю все ссылочки в описании под роликом также напишите в комментариях коллекционируете ли вы бальзамы для губ какие марки можете порекомендовать попробовать мне а также какие вы пробовали бальзамы из тех что я показала вам сегодня я с большим удовольствием почитаю ваше мнение а также пообщаюсь с вами в комментариях обязательно пишите не стесняйтесь я отвечаю всегда всем и как и всегда я желаю всем хорошего настроения отличного дня спасибо за ваши лайки комментарии подписку и всем пока пока